итак всем доброго времени суток дорогие друзья сегодня хотелось наконец-то высказать свое мнение по поводу телефона лиога m9 это такой у нас бюджетничек который стоит 60 долларов его особенности в том что здесь две тысячи частичным 2800 батарея миллиампер час батарея вот я точно не помню жду и неважно собственно можете посмотреть как резки я уже снимал на эту тему ли целую кучу роликов с точными характеристиками и так далее там тесты всякий делал вот а сейчас я хочу высказать свое мнение по поводу использования несколько месяцев его уже от юзали и можно уже кое-что сказать в принципе по автономности ну более-менее на световой день его хватает хотя я предполагал вернее я думал что его может быть будет хватать как-то подольше но реальность оказалась куда более прозаичный энергоэффективный процессор тем более что очень старый он как бы в этом отношении не помог вообще то есть ну как я уже сказал на один день хватает вот что касается по поводу отпечатка пальцев здесь это пожалуй единственное вон достоинство этого аппарата за эту стоимость мы за 60 долларов получаем сканер отпечатка пальцев он конечно не самый быстрый не самые точные но тем не менее сканер это круто и жена юзала этот телефон она была вполне довольна сейчас на конечно ходит с redmi 2s ну тот конечно же куда лучше он то стоит 145 долларов а этот 60 поэтому разница очевидная не только в цене но и в плане характеристик там и крутой процессор ну как крутой бюджетный но гораздо круче чем этот да и вообще во всех отношениях лучше и камера там тоже лучше в принципе камера здесь кстати говоря неплохая снимает она неплохо видео снимает такси я бы даже сказал не очень селфи видео вообще никакое то есть селфи камера тоже такая себе посредственно основная камера снимает но более-менее неплохо в принципе для этой ценовой категории это очень даже нормально потом единственный минус еще вернее не единственный это один из минусов который мне сильно не понравилось это прошивка просто блин ну выпустили аппарат с такой дрянной прошивкой она не мало того что она подглючивала такая еще и вирусов целая куча была это конечно была проблема пришлось вот перепрошивать но даже прошивка не помогла потому что официальных прошивок как бы еще на тот момент когда я прошел не было и как бы сами понимаете да то есть шить какие-то другие прошивки это на свой страх и рик или кто знаешь чего кто пшил вот но тем не менее я поставил прошивку новую но она добыла чуть-чуть получше плавнее интерфейс был все но опять вирусы поймали в общем это было очень неприятно и досадно и короче мне писали в комментариях что там прошивались на официальную прошивку я не стал на этом на этот счет заморачиваться просто телефон продам чертовы бабушки и вообще зачем нужны танцы сбу я считаю так что если купил телефон любое устройство купил то есть и взял из коробки и пользуешься без всяких танцев с бурнами на хрен бы не покупать телефон и потом с ним ходить мудокаться то есть этот китайский секс для особо и гурманов поэтому оставим его им раз им так хочется я например не люблю мудок я купил аппарат и все и он с коробки должен нормально работать блин но это же блин по-человечески даже отношения производитель ну пожалуйста выпускайте нормальный аппарат в линии вы и так нормальный аппарат выпускаете просто софта допиливать и тогда будет все замечательно вот что еще можно было бы сказать по этому телефону фронтальная короче вспышка здесь есть она никакущая если честно я не знаю зачем я здесь пихнули хотя наверное впихнули для красоты потому что выглядит в принципе неплохо какие-нибудь и красиво да выглядит симпатяшно конечно но абсолютно бесполезно просто основная вспышка принципе яркая пользоваться можно вот по поводу двойной камеры вот этой вот ну в принципе она как я уже сказал снимает неплохо видео пишет хреново но вот и фото делать нормально что еще можно сказать в принципе телефон выглядит сам по себе очень красиво как мы видим там на видео делал вставочки вот замечательно смотрится так знаете очень хорошо все так красиво собрано все подогнано все просто замечательно ну но если бы не программные вот это вот фишки конечно не фишки вернее недоработки сырость вот это вот было бы еще лучше поэтому вот такой у нас аппаратик рекомендую ли я его брать если вам нравится китайские шпильвили ну пожалуйста берите если нет то я не рекомендую брать этот аппарат вообще лучше посмотрите в сторону чего-нибудь чуть чуть подороже лучше взять какой-нибудь я не знаю xiaomi там за 100 долларов или за 120 долларов горе не знать чем брать вот такие вот аппараты и блин потом ходить с ним удохаться с вирусами удохаться с прошивками еще какие-то проблемы тем более что здесь камера говеная если честно я не знаю зачем эти телефоны вообще брать в качестве звонилки блин да в качестве звонилки я могу взять например раскладушкой она будет нормально работать и меня ничего не будет не напрягать потому что в принципе ну там еще такого нет открыл позвонил все эсэмэски принимает отправляет звонит это это более реально здесь в ютубе видео в нормальном разрешении не посмотришь даже hd не воспроизводит были 480 пикселей больше не поставить или за может эта проблема прошивки но это очень неприятно потом в интернете как бы сидит ну более менее принципе вай 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 ловит неплохо можно пользоваться потом gsm связь 3g работает нормально юзать может вот но в качестве рабочего аппарата ребят я вам не рекомендую его брать потому что блин я даже в инстаграме сидеть было очень больно запускать несколько приложений тоже для этого телефона очень напряжно прям чувствуешь его боли вот как он так знаете напрягается и усилия невероятные прилагает нечеловеческие такие электронные вот свои и блин с трудом ему это дается вообще то есть реально для работы он вообще не годится поэтому посмотрите в сторону чего-нибудь получше более такого 8 ядерного и чего-то что хотя бы набирает 70 тысяч баллов в antutu чтобы было комфортно работать на нем потому что этот набирает где-то порядка 20 тысяч не работать в нем некомфортно так пользоваться в принципе я не знаю даже советовать собрать его ребенку или бабушке потому что ну пожалейте нервную систему своих роста не надо лучше возьмите что-нибудь пошустрее чтобы нормально работала потому что это не годится это для тех кто как я уже сказал ранее любят совокупляться с техникой вот пускай оставим это им они любят помучиться поэтому оставим это удовольствие так что мой вердикт покупать явно не стоит не стоит телефон от своих денег 60 баксов нет точнее в принципе железо стоит но из-за вот этого вот своей программной заразы прошивки плохой он просто больше нам удохайтесь больше нервов потратите на него и в общем вот такие вот короче телефон так себе хотя чего я там ожидал за 60 долларов единственный плюс приятный это сканер отпечатка пальцев все больше здесь ничего не так что вот такой вот на сегодня было видео ставим лайки подписывайся на канал всем спасибо за просмотр до скорых встреч ребята